Так, ага, пошло. Меня, Сергей, Спартак, Красноярск. Всем привет. Уже скоро всех буду лично знать. С одной стороны, друзья, это хороший знак, что уже очень многим знаю. Видас, привет. Вячеслав, привет. Нет, видео распутчатое снова. Ну, не знаю, у меня пока у перископа вообще хорошие качества, а здесь, ну, может быть, какие-то настройки сбились. То, что многие, кто ходят к нам на вебинары, друзья, уже с многими знакомы через конференции, через личное общение, через экофесты. Но, с другой стороны, друзья, это и показывает несколько недостаток в нашей работе, что мы одно время, помните, с Алексеем вели и вебинары для новичков, и мы делали вводные курсы и постоянно проводили голосование, кто первый раз, кто не первый раз. Сейчас фактически вышло все в логику, что ходят примерно одни и те же, что это для нас уже стал проект жизненно важный, и это превратилось в такую клубную систему. Опять же, друзья, это имеет свою крису, свои минусы, но с точки зрения краудинвестинга, с точки зрения развития, конечно, эту ситуацию надо несколько расширеливать, менять, потому что краудинвестинг, он как раз его основа, и он выключается в том, чтобы привлекать сегодня новых людей, которые приходят в проект. Пока мы не дошли до закрытия корневой технологии, пока мы не запустили другие инструменты, краудинвестинг сегодня это основная система финансирования проекта SkyWay, основной источник, который идет для строительства опытных участков в Эко-технопарке, поэтому, друзья, давайте к этому еще вернемся и поговорим. Ну а сейчас, друзья, сегодня среда, 17 января 2018 года, до Экофеста 2018 осталось 170 дней. Друзья, время летит настолько стремительно, настолько неумолимо приближается и это событие, и вообще все, что происходит, меряешь, то просто, друзья, уже перестаешь воспринимать или даты воспринимать, как просто мелькание календаря. С учетом того темпа, того объема работы, который сегодня делается, то можно констатировать, что, к сожалению, только 24 часа в сутки, к сожалению, мы все ограничены физическими возможностями. Сейчас вот с Алексеем буквально вчера проговаривали, что хотелось бы делать еще чуть-чуть больше, хотелось бы еще, но физически очень многие вещи просто невозможны. Поэтому, друзья, мы не зря поставили своим правилам, мы на каждом вебинаре объявляем сколько дней до Экофеста, потому что это, друзья, знаковое-знаковое событие, то есть это точка, когда мы встречаемся все вместе, когда мы проводим действительно это полномасштабный такой слет активистов SkyWay, когда это действительно показывает широту и масштабность проекта. И, конечно, друзья, это важнейший отчет всей команды, которая сегодня взяла на себя ответственность именно по работе и непосредственно самого инженера Юницкого перед партнерами, перед теми, кто поверил в SkyWay, что сделано и на каком этапе мы находимся. Поэтому, естественно, друзья, что каждый раз к Экофесту это как точка именно основного отчета, годового отчета готовятся, как дерево целей, то есть распараллеливается, а потом сводится в одно время и в одно место очень много решений и задач. И, естественно, что к Экофесту запланировано показать очень и очень много принципиальных технических решений, которые лежат в основе струнных технологий, в основе SkyWay. Это то, что создает инженерно-экономическая школа SkyWay. Сейчас, секундочку. Телефон мяукает, тоже мешает. Поэтому, так, тут вопрос, Сергей, договор на землю на 22 километра подтвержден. По земле в ближайшее время, я думаю, что будет серьезное такое обращение генерального конструктора и представителя совета директоров группы компании SkyWay, инженера Юницкого. И там все вопросы связаны с землей, со стратегией развития. Это все будет... Делается сегодня огромная работа, и не только в Белоруссии, а во многих сегодня в толках мира, по тому, как дальше будет развиваться SkyWay и технология. Поэтому, друзья, нас ожидают с вами очень и очень много в ближайшее время серьезнейшей информации, которая лежит именно в основе развития проекта. И Экофест, друзья, почему мы очень серьезно к нему готовимся? Потому что это не только в этом году будет порядка 10 тысяч человек. Это не только очень серьезная организационная работа, это не только очень серьезная связанная работа с безопасностью, с демонстрацией, но, друзья, это еще и именно стратегия развития. И, как мы уже говорили, июль месяц, 7 июля запланирован в этом году Экофест. Это именно старт для уже серьезной демонстрации на инотрансе в сентябре 2018 года в Берлине, где собираются основные мировые компании в сфере транспорта, где демонстрируются основные инновации. И, как мы уже говорили, в 2016 году мы сделали дебют, мы стартовали, мы показали существование технологии. В 2018 году, друзья, это уже дальнейшее развитие и фактически мы называем это бенефис, потому что это будет основное внимание, потому что там планируется показать именно уже не прототип, точнее не модель, а именно прототип этого машину, которая сразу же после инотрансов встанет на испытания уже на скоростные режимы. И, как в 2016 году был продемонстрирован Unibyte и Unibus из инотранса, они сразу уехали в маленькую горку. И 29 ноября уже были показываны первые начала ходовых испытаний Unibyte, а потом уже Unibus. И, соответственно, точно так же после инотранса 2018 года, прямо сразу же после этого начнутся ходовые испытания уже скоростной машины. Это тоже, друзья, очень такой важный момент. Еще целое направление, которое сегодня готовится, это связано с транспортировкой контейнеров. Это крайне востребованная сегодня именно бизнес-модель, бизнес-построение, бизнес-востребованность от технологии SkyWay. И сегодня, опять же, в различных уголках, это и Арабские Эмираты, и Индия, и Индонезия, и Италия, и сейчас уже даже из Франции идут проекты, связанные именно с реконструкцией портов и с логистикой, связанной с перевалкой именно 240 тонн маркетинговых контейнеров. Здесь SkyWay может предложить интереснейшее, важнейшее направление, и это еще одна ветвь, которая сегодня активно развивается уже, исходя из требований, представляемых технологий. И мы тоже уже вам не раз говорили, особенно когда идет анализ серьезных партнеров, это те, кто входит в проекты, кто действительно изучает все документы и смотрит и меморандум, и этапы, которые разбиты, то задают действительно очень много конструктивных вопросов, почему происходит сегодня изменение сроков, связанных с этапами, почему сегодня вводятся новые направления. Здесь, друзья, ответ один, что за 4 года пока существует проект, а на следующей неделе лично для меня, друзья, будет, ну и для Анатолия Доваровича Юницкого, наверное, будет очень такой серьезный юбилей. Это первый вебинар, который мы проводили в рамках краудинвестинга, то есть в рамках запуска проекта SkyWay, когда первый в комнате такой маленький квадратик, было на вебинаре 23 человека, соответственно, мы начали тогда новый такой этап, новый для развития SkyWay. И сегодня по прошествии 4 лет, мы много уже с вами, друзья, подводили итогов, что сделано, как сделано. И сейчас мне уже, допустим, очень приятно, когда мы уже в рамках запуска следующего этапа проекта, который связан уже с криптоактивами, с криптоплатформой, мы об этом тоже много говорим, и в ближайшее время уже непосредственно начнем информационную работу в этом плане. Как раз очень важно продемонстрировать и показать, что проделано. И когда я встречаюсь сегодня с такими акулами и китами и криптомира, и мира MLM-системы, то есть краудинвестинга, и когда мы говорим, что мы SkyWay, то если раньше это вызывало отрицательные эмоции, кто-то к этому относился как угодно, то сегодня в большинстве случаях именно профессионалов, которые понимают, что такое серьезный проект, что такое серьезные задачи, что такое реализация, и организационных, финансовых, правовых вопросов, связанных с организацией такого бизнеса, и связанных именно с инновациями, с созданием инноваций, испытания и продвижения инноваций, то друзья, сегодня, конечно, очень многие люди уже относятся с большим пониманием и уважением, и к Юнинскому уже относятся как к действительно человеку, который сделал невозможное. Он собрал тысячи, а сегодня у нас уже только зарегистрированных инвесторов перевалило за 300 тысяч человек, а зарегистрированных всему, кто находится в информационном поле, давно уже ушло за миллион человек, и те задачи, которые сегодня уже реализованы, это, конечно, вызывает, друзья, очень большое уважение. Тут, что можно сказать, что мы не тульские пряне для того, чтобы нравиться всем, мы много говорим, что как за это время у нас появилось огромнейшее количество, я бы сказал, армия, последователей, друзей, партнеров, тех, кто преданных проекту, точно так же, друзья, и плодится те, кто работают против проекта, те, кто являются конкурентами, зависниками, злопыхательными, те, кто работают против проекта. Это, друзья, естественное развитие, естественный процесс, к этому относимся абсолютно спокойно. И мы здесь, друзья, как раз перед тем, как стартовать еще одно направление, связанное с криптоактивами, которые будут именно в рамках цифровой создания цифровой экономики, которая сегодня активно-активно набирает обороты, и цифровые современные технологии, которые сегодня у всех на устах, сегодня, наверное, только ленивые уже не во всяком случае обсуждают, что такое криптовалюта, что такое мир блокчейна. Мы, друзья, в этом плане не просто находимся в лидерах, мы находим, ну, те, кто стоит впереди разработки, мы разрабатываем сегодня принципиально новую систему, именно связки с проектом Skyway. И в ближайшее время, ну, много уже, друзья, вам об этом говорили, уже созданы некоторые ожидания, то есть очень активное такое восприятие информации. Это тоже, друзья, чтобы вы понимали, абсолютно продуманная, правильная вещь, и мы все сделали и правильно, и вовремя. Нельзя было тянуть и скрывать ту информацию, которую мы делали о том, что разработали на ту площадку. И в то же время нельзя было выдавать заранее информацию, потому что, как мы говорили уже, мы объявили о том, что мы запускаем Skycoin на биржевых площадках, тут же появился Skycoin. Мы сказали, что, друзья, вы погорячились, это будет Skywaycoin, поэтому тут же появился Skywaycoin. Дальше еще ряд промежуточных названий, поэтому основное название, кроме самой площадки, которую мы показали на конференции перед Новым годом в Брно, то есть пока мы эту информацию держим несколько закрытой. Но это, друзья, опять же, все до поры до времени, до конца этого месяца, то есть буквально остались считанные дни, остались считанные дни, когда заработает уже сайт площадки, мы как раз начнем уже показывать информацию, связанную и с экономикой именно токена, как будет развиваться, и с вообще увязкой цифровой экономики, реальной экономики, с оцифровкой адресных проектов, как это все будет учитываться и капитализироваться. Это, друзья, новая-новая работа, которая сегодня делается. И сегодня, как мы уже говорили, в прошлом году вошел в обиход уже такой термин, как сеть адресных проектов, то есть это связано с тем, что развивается огромное количество проектов уже по различным континентам, странам, территориям. И сейчас уже идет именно и проработка, и наработка о том, чтобы все это было увязано уже в едином цифровом пространстве, то есть это с единым применением уже цифровых современных технологий. Естественно, что самая сегодня наиболее продвинутая технология, которая позволяет и обеспечить огромное количество передачи защищенной информации от, естественно, лучей. Естественно, что это все составной частью, как неотъемлемая часть, входит в Skyway и то пространство Transnet Space, которое сегодня мы с вами формируем. Общие понятия мы эти тоже уже с вами подели и проговаривали, но именно непосредственно применение и как из этого строить бизнес и непосредственно с капитализацией интеллектуальной собственности, связанной с проектом Skyway, и с запуском адресных проектов, и с инфраструктурными проектами, которые будут увязывать целые территории, целые отрасли. Это тоже, друзья, то, что нам предстоит уже запускать и реализовывать в этом 2018 году. И это, друзья, как раз еще раз говорит о том, что время летит стремительно, что мир, который сегодня вокруг находится нас, он также стремительно меняется. И мы сегодня, запуская и реализовывая проект Skyway, в основе которого лежит именно инженерная школа, которую создал инженер Юнитки, мы сегодня втягиваем в себя все передовые направления, которые идут и в инженерии, и в новых материалах, и в том числе в современной цифровой экономике, в современных цифровых технологиях. Мы с вами, я просто еще раз повторю, друзья, чтобы это четко понималось, четко говорили, что я имею в виду, когда мы говорим, что Skyway сегодня втягивает все новые, принципиально новые решения, которые идут в материалах, в создании новых материалов и применение их именно уже в массовых инфраструктурных проектах. Вы видели, когда перед Новым годом Юнитки презентовал уже совместную работу с Институтом новых материалов, связанных с применением углеволокна. И показал им мобильный телефон, что трасса, которая будет по толщине всего в два раза по толщине телефона, будет сегодня для полужесткого и гибкой питьевой структуры. Соответственно, по ней будет двигаться Юнибайк, Юнибус и Юникарта до 48 мест и машина до 10 тонн веса. Соответственно, друзья, это новое применение. Особенно меня поразила цифра, когда я даже переспросил, потому что первый раз я когда услышал цифру, что пролеты могут быть до 3,5 километров, чем Виктор Бабурин на выставке и на транспортах поразил вице-президента Сименса. Потом уже звучала цифра 5 километров, и когда речь шла уже о применении новых углеволоконных материалов, то речь уже о 7 километрах пролетов. Друзья, я специально переспросил, я ничего не ослышался или вы ничего не перепутали, что это 7 километров пролет гибкой структуры, которая может реально выполнять сегодня функции путевой структуры в SkyWire. Он сказал, да, по сегодняшним расчетам. Естественно, что все это надо проверять в экспериментах делать, но все характеристики материала, все расчеты, которые сегодня дают, позволяют утверждать, что 7 километров пролетов это вполне реально. Друзья, это сразу делает абсолютно новый класс проектов, который мы ведем сегодня с Алексеем и инициируем, запускаем проект. Это Сан-Бердини, это Швейцария, где красивейшие места именно это такие предгория Альпы, точнее Альпы, но уже еще низкие Альпы. Соответственно, это граница Италии, Франции. Это красивейшие места сегодня, востребованнейшие курорты, именно горнолыжные курорты. Но с учетом, что меняется климат, снег отступает, горнолыжные курорты снижаются, количество туристов уменьшается. И как раз от властей кантона была именно просьба, применяя технологию SkyWire, рассмотреть возможности привлечения туризма, создания новой инфраструктуры. И то, что мы сделали и показали, это вызвало самый большой интерес. И как раз это находится, друзья, на стыке именно новых материалов и новых технологий. И здесь уже можно четко говорить, что все, что сегодня возникает в пилоте, оно сразу же приходит в SkyWire, сразу же применяется уже для создания единого трансмета. Перед этим точно так же можно сказать, пришло мотор-колесо, как только возникли наработки. И это еще у команды, которая создавала Yomobi. Потом они предложили концепт новой движительной системы для подвижного состава SkyWire. И естественно, что как наиболее интересное, перспективное, но более, друзья, самое главное, самое эффективное техническое решение, это сразу же встало и в Unibike, и в Unibus, и в Unicar, и в Unitrack, и сейчас целое делается. Все они уже проектируются и изготавливаются по схеме мотор-колесо. И на сегодняшний момент это самая эффективная и простая схема, которая удешевляет, но делает очень серьезной и технически надежной машину, которая сегодня представляет движной состав SkyWire. И дальше, опять же, много задают вопросов ко мне на выставке, вот транспортная неделя в России, прошу Владимира, что почему вы до сих пор не используете колесо до юного, потому что уже достали с этим вопросом. Я говорю, друзья, тут по одной причине, то, что мы сегодня используем, это намного эффективнее и намного лучше. И вообще по логике надо уже привыкать и понимать к тому, все, что возникает самое лучшее или самое интересное, самое перспективное в любом направлении, которое будет, это будет тут же применяться в SkyWire. Потому что наш Unibike это платформа, которая тянет в себя все и все наработки, которые сегодня есть и с точки зрения мультимедиа систем, потому что это закрытое пространство и там будет и аудио и видео система, которые там самые интересные будут компьютеры, которые будут обслуживать именно пространство. Как я уже говорил, это связано и со здоровьем, то есть и массажным креслом и так далее. Огромное, огромное направление, мы сейчас даже не можем предположить многих функций, которые будут устанавливаться в Unibike и все это будет объединяться именно в едином Unite Mobile Personal Space, то есть это индивидуальное, мобильное, персональное пространство. Это чем и является Unibike. Мы уже показали, друзья, вам еще даже позапрошлым году, в прошлом году, в начале, когда Адриан Камоце, вице-чемпион по натуральному бодибилдингу, продемонстрировал возможности, что передвигаясь в Unibike можно заниматься спортом, то есть это новое направление Sky Fitness. И сегодня вот то, что мы в Швейцарии рассматриваем проекты, это уже связка между Sky Fitness и Sky Travel. То есть это новое бизнес, новое именно фитнес с точки зрения занятий спортом, то есть мы создаем новую отрасль для спорта, когда можно передвигаясь по вершинам гор со скоростью там порядка 60 км в час, любоваться красивейшими видами Швейцарии, дышать горным воздухом и при этом получать физическую нагрузку абсолютно безрисково с точки зрения организации спорта и с точки зрения получения эмоций, друзья, это абсолютно новый фитнес, не имеющий, она в этом мире это новое направление. И, соответственно, дальше это и спа-центры, которые сегодня будут уже по просьбе руководства кантона строятся в горах Швейцарии, где можно будет и сидеть в горячих источниках, там и уникальная вода в Альпах, и, соответственно, еще и заниматься спортом. Это огромное количество, огромный потенциал по привлечению туристов, которые приедут со всей Европы. И мы, опять же, не то что лидеры в этом направлении, мы, друзья, его создаем. И без технологических решений, которые дает SkyWay, это невозможно рассматривать. Соответственно, это направление как вход, как привлечение инвесторов, как именно закрепление ниши SkyWay, оно развивается, и конкуренции здесь, друзья, просто не существует. Потому что никакие другие системы, которые сегодня, ни фаникулеров, ни воздушных трамваев, ни еще которые сегодня существуют, они даже близко не могут давать тех функций, которые сегодня может предложить SkyWay. Точно так же сегодня уже проекты, которые ведет непосредственно лично Анатолий Иванович Юницкий, это все, что связано уже с бизнес-моделями логистической системы в портах, где идет перевалка огромного количества контейнеров. И опять же, те решения, которые там сегодня предлагаются, обсуждаются, они позволяют утверждать, что это крайне перспективное и крайне востребованное направление. Все, что будет возможно, друзья, здесь мы опять же приносим извинения, что очень много информации, друзья, мы сейчас не можем говорить, и мне много пишут в личку, много говорят, что казалось бы, мало новостей, поверьте, что работа ведется просто колоссальная. Но очень много того, что сегодня мы с Алексеем делаем, Виктор Бабурин, который просто сегодня поселился в самолете, сам Анатолий Иванович Юницкий, сейчас еще эта команда «Джадаев SkyWay» расширяется. Мы очень много сейчас не можем донести, и сегодня мы даже не можем сказать переговоры, где и когда мы с кем ведем, потому что уже многие что отслеживают и начинают блокировать и мешать бизнес-процессам, которые идут. Поэтому, друзья, прошу к этому отнестись с пониманием, и многие вопросы, если раньше мы могли позволить себе и что-то показать в прямом эфире, и выложить в Фейсбуке или в Инстаграме о том, как проводятся переговоры процессов, то чем дальше мы движемся, очень многие вопросы, друзья, мы будем показывать только постфакту, по свершившемуся факту и по уже проделанной работе. Я тоже, друзья, прошу отнестись к этому абсолютно с пониманием, и, конечно, будут всегда наши тролли или недоброжелатели, которые будут использовать это в своих целях, но это, друзья, право делать каждого, что он считает нужным. Поэтому очень большая работа сейчас, которая ведется именно и уже по применению оцифровки конкретных проектов и по запуску конкретных бизнес-проектов. Сейчас просто можете понимать или принять для себя информацию, что эта работа ведется очень активным и таким серьезным образом и до конца месяца, то есть буквально до конца января вы часть этой информации увидите и узнаете, и это действительно, конечно, очень и очень важно и очень и очень серьезно. Это теперь участь у нас такая всегда бояться говорить новости. Да, опять же, ну, друзья, есть очень много там новостей, которые сегодня идут по официальным каналам, это то, что сегодня головная компания распространена. Есть официальный новостной блок, который ведет Skyway Capital. Сегодня после каждого вебинара мы, ну, как условно для себя назвали, идет распространение боевого листка, то есть основных тезисов, которые мы сегодня делаем. Но, друзья, так как все больше и больше мы вовлечены в процессы, мы сегодня уже занимаемся формированием сети адресных проектов, то, как вы понимаете, что бизнес-процессы очень многие уже вот так вот в широком плане, как мы с вами привыкли на вебинарах, освещать нельзя, потому что не все партнеры хотят, чтобы видели их фотографии и обсуждали, что они делают, потому что есть рисковые операции, есть операции, которые экономически не светятся партнерами по тем или иным причинам. Поэтому, друзья, здесь тоже мы эту политику будем и корректировать, и делать. И естественно, что наиболее значимые процессы, которые будут происходить, которые напрямую связаны с капитализацией интеллектуальной собственности, которые напрямую связаны с развитием проекта Skyway, естественно, что то, что не будет вредить дальнейшему развитию, мы это будем показывать. Но я думаю, друзья, что здесь никому не надо это объяснять и дальше, почему мы не можем показывать многих наших партнеров, с которыми сейчас ведем, почему мы не можем даже декларировать определенные штаты, города и муниципалитеты, с кем мы сейчас ведем переговоры. Потому что, друзья, есть уже опыт, когда мы заранее называем, приезжаем, а туда приходят сотни запросов, сотни писем и в том числе и клеветничества характера, которые пытаются блокировать эту работу. Поэтому, друзья, здесь уже мы тоже к этому относимся серьезно и подходим к этому. Так, а что Медведев был в Марьиной Горке? Нет, Медведев не обещал быть в Марьиной Горке. Он обещал, что когда на следующий день после выставки в Москве на транспортной неделе, он будет в Беларуси и он обязательно поинтересуется белорусских своих товарищей, как они информированы о проекте Skyway, как они с ним взаимодействуют и что они вообще об этом скажут. Какую реакцию, что он получил на это дело, друзья, мы обратной связи не имеем. Медведев нам об этом больше ничего не приводил. Но, исходя из того, что сегодня в Беларуси очень непростая ситуация, можно сказать, что проект развивается настолько активно и он настолько сегодня задевает уже многие интересы, что это, друзья, тоже имеет определенные последствия. Но, как мы уже говорили, что Skyway это тот проект, который идет туда, где он нужен, где его зовут. И сегодня, друзья, я просто могу сказать, что мы сейчас верстая график конференции, верстая график командировок, я могу сказать, что интерес к проекту Skyway настолько высокий, что при всем своем желании или при всем своей даже необходимости побывать на тех или иных мероприятиях, такой возможности уже не будет. Потому что сегодня уже в графике у меня накладывается иногда по три одновременно конференции, на которых по целесообразности надо было быть. Поэтому где-то мы будем включаться, объединять конференции через онлайн, то есть на каких-то присутствуют, физически какие-то будем проводить в онлайне. Ну и, естественно, друзья, единственный критерий по тому, куда я непосредственно езжу на конференции, куда ездит Алексей, это только максимальная эффективность. И те случаи, когда мы едем вдвоем, а тем более, если еще кто-то едет из директоров Skyway Capital, то это значит очень большое серьезное событие, на котором должны собраться все. У нас такое событие будет в эту субботу в Словакии, в Высоких Татрах, там будет большая конференция, где соберется практически весь директорский состав Skyway Capital. И, естественно, что там будет и очень серьезное обсуждение с европейским, там будут практически все европейские лидеры, те, кто сегодня работает в Skyway. Это будет и подведение итогов, и обсуждение стратегии, и подготовка следующих этапов, вот, то есть это большая работа. Значит, будем ли мы с Алексеем на этой конференции или нет, пока неоднозначно ясно, потому что параллельно тут уже входит реальность, что не исключено, что мы с Алексеем будем уже непосредственно по работе, связанной с запуском блокчейн-платформы, участвовать в других переговорах. Это пока не определено, и это будет решаться вот буквально сегодня-завтра, и мы пока, точнее, мы привыкли, что уже живем в такой ситуации, что я точно не знаю, где я буду завтра или где я буду там послезавтра. Поэтому как проект потребует, как инженер Юницкий, как именно автор проекта даст установку, так и будет реализовываться. Поэтому на сегодняшний момент мы нашим коллегам из европейских лидеров и по SkyWay Capital обозначили тот же так, что мы всей душой планируем быть на конференции в высоких татрах в Словакии. Но, друзья, надо относиться с пониманием к тому, что если необходимость потребует, то мы будем подключиться к другой конференции, а у вас будем участвовать в SkyWay, онлайн именно по проекту SkyWay. Поэтому, друзья, это тоже реальность, реальность нашего времени. И вот той загруженности, которая сегодня идет у всей команды, друзья, я могу сказать, что это с одной стороны очень напрягает, потому что это требует колоссального сегодня напряжения и колоссальных сил. Но, друзья, с другой стороны, это, конечно, большая радость, потому что видишь, как развивается, какие запросы идут и, соответственно, какая работа еще сегодня предстоит делаться. Это, друзья, как раз внушает оптимизм, что все, что мы сделали, друзья, до сегодняшнего момента, это правильно. Значит, соответственно, это и то, что мы будем делать вперед, это также даст такой же результат. Поэтому, друзья, вот опять же, тоже прошу отнестись с вниманием, потому что мне стали уже приходить письма, что хотим больше на вебинаре конкретики, хотим больше видеть цифр, хотим больше видеть имен, хотим больше видеть, так сказать, это здесь как раз, друзья, что я как раз попытался вам сейчас сказать. И у нас очень много сегодня идет серьезных обсуждений. Даже вот сейчас перед вебинаром, это у меня всегда правило, я согласовываю с Санкт-Петербургом Юницким, именно вопросы, что освещать, на чем акцентировать внимание, как говорить. И здесь, друзья, как раз есть очень много вещей, которые я не могу сказать, к сожалению. И на это есть целый ряд причин. Поэтому, с одной стороны, друзья, это, конечно, напрягает, с другой стороны, вносит определенную интригу, поэтому, когда увидите или узнаете, я могу сказать, что это очень серьезные сегодня события, очень серьезные вещи. Поэтому давайте к этому относиться именно с точки зрения проекта краудинвестинга, что всегда есть какие-то недоговоренности, и, если это назвать, всегда есть какой-то сюрприз. Поэтому, заканчивая именно эту часть, могу сказать, что, друзья, в ближайшее время вас ожидает очень и очень серьезный блок информации, очень серьезный сюрприз, если говорить нашим языком. И я это говорю не не потому, что ей это хочется сказать, а потому, что я участвую в этом процессе, потому, что я знаю, о чем говорю. И тут как раз, Слава, у нас очень много было разговоров, что что-то я говорил, а потом что-то не случалось. Поэтому, друзья, ну, во-первых, надо всегда анализировать и понимать, что в каком контексте я говорил и что потом мне случилось. Так вот, я со своей стороны могу сказать, что по факту, друзья, за 4 года случилось событие сделано намного больше, чем я даже мог предполагать. То есть, вот что можно сейчас сказать. Значит, по этапам, которые говорят, что когда будет закрытие 10 этапа, друзья, это прямо в самое ближайшее время. Здесь тоже, вы, наверное, понимаете, что прямо перед Новым годом или после новогодних праздников запускать смену этапа, но это было не совсем целесообразно. Сейчас все готово к тому, чтобы смена этапа произошла. Поэтому это произойдет, друзья, в самое ближайшее время. Но об этом, как всегда, вы понимаете, у нас уже отработана система, что об этом объявляет головная компания. А мы, как фонды, которые работаем уже непосредственно по краудовым действиям, мы эту информацию уже начинаем расшифровывать, показывать для того, чтобы нашим партнерам было понятно, чем отличается один этап от другого, почему смена этапа и что это значит для проекта. Так, умный дом, как идет строительство? Друзья, своими глазами видел. Одно могу сказать, что строительство идет. Поэтому здесь больше. Так, мой вопрос заданный мы выше. Так, ну, я просто не могу одновременно сейчас, Рустам, когда Алексей будет выступать, я в это время как раз давайте за правило тоже возьмем такое, что ну, кто хочет задать вопрос. Соответственно, сейчас вы можете задавать вопросы Алексею, потому что он подключится после меня. А когда будет выступать Алексей, вы можете задавать вопросы мне, потому что у меня будет возможность во всяком случае их прочитать, потому что я не обладаю пока, ну, или, наверное, вообще способностями одновременно и выступать, и доводить информацию, и при этом еще читать чат и отвечать на вопросы. Это, друзья, довольно-таки непросто. Более того, мы за правило взяли не отключать чат, чтобы он шел, чтобы шло еще общение и между собой, и с нами. Вот поэтому, друзья, такая логика у нас идет. Ну вот, давайте по, скажем так, основным этапам, на которые мы сегодня стоим, о неделе Skyway, который сегодня стоит 170 дней до экофеста. Еще один очень распространяемый вопрос, который сегодня прошел. Это Юнибус в каком состоянии? Друзья, я напрямую задал этот вопрос Анатолию Юнибскому, на что вопрос был такой, что в самое ближайшее время увидите. Поэтому, друзья, у меня нет никаких сомнений, с учетом, что я знаю, что все праздники, все праздники, команда, которая именно отвечает за восстановление и работу Юнибайка, она работала практически круглосуточно. Исходя из этого, я могу сказать, что Юнибус, который там у нас прошел, скажем, такой кэш-тест перед Новым годом, он в ближайшее время выйдет обратно на ходовые испытания. Вот это то, что... Так, в последнее время что-то будет уйти больше, чем развивает проект. Ну, друзья, я не могу комментировать или там как-то говорить о том, что делает фонд Skyway Invest Group и лично Андрей Хавратов. Я могу сказать, что мы делаем одну работу. Мы привлекаем и людей, и партнеров в проект Skyway. И тот вклад, который сделал Андрей Хавратов и Skyway Invest Group, он очень большой и это очень серьезно. Поэтому, если есть какое-то недопонимание либо свое понимание событий, это, друзья, вполне нормально, потому что людей много и есть очень много людей, которые ориентированы на и лично Андрея Хавратова и Skyway Invest Group. Поэтому не могу сказать, что подразумевается под... Так, что с водителем, который въехал в наш Skyway? Он живой, все нормально поправляется. И, по-моему, в ближайшее время или уже выписали его из больницы, или должен быть в ближайшее время выписан. То есть это прям вопрос не... Поэтому все, слава Богу, обошлось, скажем так, минимальными потерями. Но та информация и те выводы, которые сделаны из этого происшествия, они бесценны. Поэтому за все надо, как говорится, быть благодарным. Поэтому еще раз я говорю, качество тест, который прошел наш Юнибус, он очень дорогого стоит. Он очень много продемонстрировал, очень много показал и очень много дал информации, которая сегодня дает очень такие большие именно пласты работы для того, чтобы значительно улучшить, значительно усовершенствовать технологию. Нет, друзья, очень вряд ли, что это заказуха. То есть это просто несчастный случай, поэтому, которые на производстве иногда случаются, но всегда в каждом несчастном случае в той или иной мере присутствует человеческий фактор, который просто называется халатность. Ну вот, друзья, на этом я давайте сейчас передам слово Алексею. Он сегодня 100% своего времени, то есть 24 часа в сутки с небольшими перерывами на то, чтобы полежать, занят сейчас созданием именно основных компонентов блокчейн-платформы. Вот поэтому я думаю, что он кратко это осветит. А я в конце давайте сейчас и на те вопросы, которые будут задаваться, и обобщение, которые в конце, как всегда, буквально на 5 минут включусь после Алексея. Алексей, тебе слово. Приветствую вас, дорогие друзья. Ну, сразу же хотелось отметить, что если бы 100% времени было, конечно, на направлении, мы не можем себе позволить такую роскошь, потому что уже 4 года фактически, то есть, ну, я тоже такой вот юбилей скоро буду праздновать зимой этой ночи. Хотя я уже его спраздновал, друзья, кстати. Время настолько летит быстро, что кажется, что январь только начался. Действительно, новостей произошло очень много. И действительно, 4 года мы, совмещая с различными функциями, то есть, вначале как рядовые инвесторы, затем уже, так скажем, кто доказал свою профпригодность, свою преданность проекту, свои компетенции, стал развивать уже не только сеть, но и стратегию, маркетинг развития фондов. Нам, Сергеем Анатольевичем, посчастливилось, наверное, можно сказать, участвовать в развитии нескольких фондов. И сейчас вот действительно стратегии развития вообще вот комплексного направления, что касается Skyway, мы видим блокчейн направление. Поэтому, естественно, процентов 50 времени, но 40 точно, с учетом того, что мы стараемся максимально делегировать, друзья, делегировать, чтобы автоматизировать нашу работу, то есть, этому мы учимся у головной компании. Мы стараемся именно вот направлять уже на ресурсы и на создание разработки блокчейн-платформы. Ну, друзья, вначале я хотел бы пробежаться вкратце по новостям, которые касаются непосредственно, в первую очередь, того проекта, из-за чего мы с вами собрались в этой виртуальной комнате, то есть, это проект Skyway. И многие направления, которые появятся в мире, друзья, они не могли бы появиться и не появятся, если бы не была создана технология Skyway. Я хотел бы вашему вниманию предложить очень мощный, я считаю, материал и очень мощное решение, как грамотно доносить информацию о проекте Skyway. Это вот крайняя брошюра, которую я с удовольствием изучил, посмотрел и очень рекомендую всем взять на вооружение, потому что это уже действительно Skyway в сравнении с другими видами транспорта. И, друзья, я хотел бы обратить внимание ваше на непосредственно пропускную способность и как это синхронизируется с тем направлением, которое мы развиваем. Даже в чате, в Telegram сегодня я нашим разработчикам, нашим дизайнерам, маркетологам, которые занимаются подготовкой именно вот пиар, маркетинговых акций, сейчас пишут пресс-релизы. Совместно мы все делаем максимально понятное описание, то есть мало создать дизайн красивый сайта и по канонам, так скажем, размещений, но нужно создать доходчивое, понятное описание. И, друзья, если говорить про пропускную способность, то 365 миллион человек в год и, соответственно, если идти по категории уменьшения, 50 тысяч 400 пассажиров в час и 14 пассажиров в секунду перемещаются только в одном подвижном составе. Взять, например, Юнибус, друзья, 14-местный Юнибус с интервалом в 2 секунды. И это тот вопрос, вообще вот эту иллюстрацию и действительно как бы синхронизация, сравнение с блокчейн-решениями, которые сейчас идут, биткоин, эфир-сеть, они не справятся даже, когда несколько подвижных составов будут полностью загружены ездить, потому что, собственно, такого количества транзакций в секунду им не видать. Естественно, я не говорю про шардинг, естественно, я не говорю про переход по эфириум на алгоритм доказательства долей, то есть я говорю про текущую ситуацию. Поэтому мы используем решение BitShares, то есть это 100 тысяч транзакций в секунду. Соответственно, можно заложить, ну, наверное, до 1000 подвижных составов, именно вот стандартных Юнибайк, Юнибусы. Мы не говорим о трехсекционных Юнибусах, то есть мы говорим именно предположительно. Ну, 500, 300-500 подвижных составов смогут функционировать, основываясь на технологии блокчейна, используя то решение, которое мы сейчас формируем и создаем. Это наша блокчейн-платформа. И, друзья, сейчас действительно мы переживаем такой период становления уже корпорации. И как это следует в корпорации в любой, очень много информации к неразглашению. Действительно, под грифом совершенно секретно. И вот даже в те поездки, которые мы можем, Сергей Анатольевичем, поехать, если головная компания нам будет говорить, что нельзя показывать, куда вы направляетесь, потому что могут испортить, есть недоброжелатели и есть много уже сейчас разведчиков, мы, к сожалению, друзья, не будем говорить. И примеры действительно такие есть, как непосредственно проведение размещения. То есть, ну, я не буду говорить о SkyCoin, потому что SkyCoin это все-таки такой продукт однофамилец. И повезло тем разработчикам, которые назвались SkyCoin, потому что наши приверженцы технологии SkyWay начали пробовать, смотреть, кто-то даже приобрел SkyCoin. И это действительно как бы продукт с некой разработкой. Я не буду останавливаться, но знаю особенности. Продукт не скамовый. То есть, тот, кто купил, ну, так скажем, хотя бы не потерял. Но я думаю, что все снова продали, понимая, что это не токен, привязанный для оцифровки технологий SkyWay. Потом мы помним такие вот вехи развития именно становления блокчейн направления, когда еще до экофеста запускали размещение и, соответственно, один раз запустили. То есть, я непосредственно с этими ребятами виртуально вступал в переписку. Все это у меня даже где-то сохранено. Мне угрожали, что подадим в суд там и так далее, что вы мешаете проведению крупнейшего размещения. Но, друзья, так скажем, абсолютно не было никаких сомнений, что это спланированное такое мошенничество. И, соответственно, потом все это дело свернули. Но после экофеста снова, снова, друзья, запустили попытку проскамить технологию SkyWay именно в применении к технологии блокчейн. И было запущено размещение. Там мы уже не принимали, потому что поняли, что ребята действительно, которые занимаются такими паразитическими действиями отморозки, попросту говоря, и пообщаться с ними нечего. Единственное, Bitcoin Talk и криптопространство поддерживали и говорили, что действительно это не относится никак к технологии SkyWay. Что на тот момент мы поняли, что действительно вебинары даже наши с Сергеем Анатольевичем технико-экономические с переводом на английский либо без перевода, их цитировали криптоэнтузиасты, которые говорили, что да, действительно, это направление скам. Потом наши партнеры в прошлом и сейчас это наши недоброжелатели, ну и именно наши это имеется в виду, Анатолий Эдуардович, то есть это недобросовестные партнеры, которые сейчас представляют компанию Adjax, непосредственно Виктор Узлов и вся его команда. Наверное, предположительно, мы не можем утверждать, потому что, возможно, маркетинговая стратегия, какая-то пиар-стратегия готовилась и действительно придумана была имя. Этого мы не можем знать. Но, тем не менее, они подготовились к размещению, к некоему. И сейчас я могу сказать, что проходит момент так называемого пресейла, то есть предпродажи. Но, друзья, я думаю, что нисколько мы не добавим какого-то рейтинга, популярности. Ну, сильно не заходите, но вот сайт я сбрасываю. Я могу сказать, что мы проверили по кошелькам, потому что, ну, действительно было интересно. Потому что, если бы стратегия развития и именно становления на рейсе размещения была бы правильно выбрана, то и результат был хороший. Вот вы можете перейти по ссылочке EtherScan и там видно, что собрано, ну, причем неделю назад где-то мы смотрели и на этой неделе посмотрели, 4 доллара. То есть просто 4 доллара. Не 4 тысячи, не 4 миллиона, не 400 тысяч, а 4 доллара. И если говорить про биткоин-кошелек, то, соответственно, это вот именно можно, в чем прелесть была блокчейна, можно проследить все транзакции, которые относятся к размещению. Вот, пожалуйста, блокчейн-инфо 0,003 с копейками биткоина. То есть это чуть больше 40 долларов на сегодняшний курс. Кстати, сегодня, ну, вот, буквально, вот, как бы уже несколько дней криптоэнтузиасты, очень сильно у криптоэнтузиастов нервишки шалят, особенно у тех новичков, которые только присоединились, потому что, ну, кто не в курсе, примерно с 16-17 тысяч долларов, даже до 20 тысяч долларов стоимость биткоина дорастала. Сейчас биткоин опустился до 10 тысяч с лишним. И, говорят, прогнозируют, что, возможно, дно будет щупаться на уровне 8 тысяч. И, друзья, вот в таких условиях мы всегда развиваемся. Потому что, когда был на Украине, и Сергей Анатольевич как-то сказал, что будем развиваться на Украине, Skyway, именно вот краудинвестинг, ему сказали, Сергей Анатольевич, как мы будем развиваться, ну, именно вот инвесторы, знакомые, политики, экономисты, Сергей Анатольевич сказали, что как мы будем развиваться, если Майдан будет. И преодолев эти события, действительно, в агрессивной среде добились максимальных результатов на тот момент по Украине. Сейчас договоренности и по Украине есть, и уже по отделившемуся Крыму непосредственно также ведутся переговоры по адресным проектам. И я не могу вспомнить вообще тех показателей и тех условий, когда, друзья, у нас были не агрессивные условия. Я не могу вспомнить, когда за 4 года нам говорили, гладили по головке и могли сказать, что ребята, да, конечно, берите деньги, не нужно никаких там проверок там и так далее. Ваши технологии, мы верим в вашу технологию, берите деньги. Такого не было, друзья, и такого, наверное, к сожалению, не будет, потому что этап становления проходит каждая технология, которая совершит прорыв, этап принятия и непринятия технологии. Каждая технология, которая совершит мировой прорыв и изменит качество жизни и, соответственно, будет являться вехой смены технологического уклада. И, друзья, насколько синхронно развивается действительно направление, которое в закрытом пространстве, говорила, головная компания, были проведены только совещания и так далее. И многие узнали только на зимней конференции декабрьской, что The South Systems действительно знакомят с 3D Systems и непосредственно технология именно моментов и применения индустрии уже 4.0, это четвертая промышленная революция, будет использоваться в технологии Skyway. То есть, почитайте вот эту статью, но насколько синхронно, потому что мы в этом плане сработали на опережение, предполагая, что будут такие решения, потому что без этого невозможно было диджитализировать, оцифровывать бизнес-процессы, оцифровывать бизнес-планы и, соответственно, ставить это все на рейсы будущей блокчейн-платформы. Но, друзья, мы не могли чего-то ждать, и это наш риск, наш венчур непосредственно Сергея Анатольевича, мой, еще группа энтузиастов Дмитрия Владимировича Терехина, естественно, Анатолия Эдуардовича Юницкого, не то что риск, но доверие к нам и понимание, что такая технология может быть применима и, соответственно, согласование на первых стадиях, что да, развивайте это направление. Именно поэтому мы стали двигаться в логике именно применения блокчейн-индустрии, оцифровки инфраструктурных проектов на базе технологии Skyway. И, друзья, насколько действительно все вовремя происходит, и когда мы можем столкнуться с тем, что, допустим, произойдут какие-то экономические кризисы, произойдут экономические коллапсы, мы уже должны перейти на крипторельсы, как говорится. Не только на цифровизацию именно в применении индустрии 4.0 и оцифровки всех циклов производства, всех циклов проектно-технической документации. И в чем вот прелесть продукта, который отанонсировал Виктор Игоревич Бабурин непосредственно на конференции в декабре, это то, что даже если минимальные изменения будут в чертеже одним из специалистов применены, и, соответственно, они применяются обычно согласовывая инстанции, и именно при общении с руководителями конструкторских бюро, то вся схема сразу поменяется. Раньше это нужно было переделывать и последующую документацию из всех других конструкторских бюро, и это было не автоматизировано, процессы были не оцифрованы. Представьте, насколько действительно децентрализуется и насколько действительно получит огромный толчок к развитию создания продукта новых юнибусов, уже юнилетов, юнитраков, контейнерные перевозки, что еще только нам не предстоит, друзья. И это будет все взаимосвязано в лучших традициях современной индустрии и современной технологии, что, наверное, подчеркивает вообще развитие технологии Skyway, если говорить про все этапы становления. Я могу начать с анализа валютно-финансовых аспектов, непосредственно сделанных Анатолием Эдуардовичем в применении и развитии технологии Skyway. И я на каждом вебинаре даю ссылку на данный материал, потому что действительно искренне горжусь то, что генеральный конструктор и создатель основоположных технологий сделал такое исследование и описал моменты криптографии, моменты криптоэкономики в своем понимании на тот момент, но являясь действительно как бы визионером. И архитектуру, которая сейчас уже выстроена и будет уже применена на блокчейн-платформе, это многое взято действительно из этого документа, потому что неизвестно, как можно было предположить, но то технологическое решение, графен, соответственно, форк, ну что такое форк, это от слова вилка, это разделение, это не клонирование, это разделение с изменением некоторых особенностей под свои потребности. Форк графена, технологии графена, был создан BitShares и, соответственно, мы совершили форк BitShares и сейчас уже ребята кодят и ребята делают соответствующие интерфейсы, также мобильные кошельки и так далее, это все предполагается и все уже разрабатывается. Интерфейс максимально простой в регистрацию блокчейн, не путать с регистрацией именно Skyway Capital как реферальные ссылки, потому что на блокчейн-платформе не будет никаких реферальных ссылок, но представьте, насколько одновременно действительно вот в категории развития всех технологий, и я еще один пример сегодня применю по скамовости, мошенниках в этой области, что за 4 года была создана инвестпроводящая система, сеть, именно состоящая из подвижников, инвесторов, более миллиона людей. Многие сейчас находятся в такой спячке, кто-то наблюдает за проектом чисто по дайджестам, и я всем рекомендую, друзья, познакомливаться с дайджестами, потому что это решение, которое как-то с Виктором мы обсуждали, и потом оно появилось непосредственно на просторах головной кампании. Это свод самых главных кратких новостей именно от официальных, ход головной кампании, которые произошли за тот или иной момент. Обязательно следите за дайджестом в разделе «Пресс-кит». Там самые основные моменты даются, и, соответственно, вы можете быть в курсе. И, друзья, на самом деле сейчас я могу сказать, что мы переходим, наверное, в этом году. Ну, выше я не могу предположить, хотя наверняка будет что-то и выше, и быстрее, и сильнее, и с более серьезной пропускной способностью, но выше и серьезнее, чем переход на рейсы блокчейн, я не могу предположить. И говорили, вот спрашивали вопросы, абсолютно адекватные вопросы. Вот Рустам задавал, что он из параллельного фонда «Инвестгрупп». И я отвечаю на ваш вопрос, Руслан, Рустам. Естественно, в плане оцифровки адресных проектов должно быть одна платформа, одно решение и, соответственно, одна экономика. Здесь действительно нам следует объединить усилия, несмотря на то, что, естественно, фонды в маркетинговых активностях и в плане занятий территорий в развитии инвестпроводящих систем в неком плане конкурируют, это никто не скрывает. И эта конкуренция рождает еще большие мощные маркетинговые инструменты. Но что касается криптонаправления, скорее всего, на мой взгляд, решение будет одно и самое сильное. И, друзья, мы дали на прошлом вебинаре такой клич, это был для меня тест, то есть насколько наша система отреагирует. То есть когда возникают более специфические запросы, например, как именно категория разработчиков, как категория поиска специалистов, очень таких вот оригинальных и действительно особенных специалистов. Вот, посмотрите, я сбросил объявление, прочитайте, ознакомьтесь, не откликнулось, фактически, ну, наверное, 2-3 человека написало, потому что это действительно уже такая очень серьезная специфика именно блокчейн. Это был эксперимент и, друзья, те кандидатуры, которые, возможно, были к собеседованию, про собеседованию, про собеседовал наш технический лидер, не подходят, друзья, потому что под те решения, которые мы создаем, ну, сейчас работают 2 разработчика, еще 1-2 сейчас готовятся приступить к работе, не каждый может осилить. И многие даже просто отказываются, потому что, посмотрите, под те задачи, которые описаны на страничке в социальной сети, я это описание оставил. И, друзья, поэтому можем декларировать, говорить, что да, действительно, вот эти 2 разработчика, сейчас 3 разработчика скоро, потом 4, они работают как 10-15 человек, как минимум. И это действительно как бы логично, правильно принять лучших, принять тех, кто будут сверх нагрузки выдерживать, потому что сейчас, когда идет вебинар и когда происходят именно активности по направлению Skyway Capital, так как выстроены делегированные процессы, сейчас на автомате происходит параллельная планерка и, соответственно, ребята решают вопросы именно вот, что касается блокчейн-направления и платформы. Но, друзья, это все нужно было поставить. И, соответственно, для того, чтобы запустить оцифровку, оцифровывание, если правильно говорить русским языком слово, проектов, на базе технологий Skyway нужно создать платформу. И это, соответственно, заботы непосредственно криптоэнтузиастов, которые запустили это направление. Это Сергей Анатольевич, это я, это Дмитрий Владимирович, и другие именно те люди, которые поддерживают. Это забота о финансировании этого направления, также с нашей стороны, тех, кто поддерживает. И, друзья, уже ресурс нашей инвест-проводящей системы будет привлекаться только тогда, по максимуму. И я думаю, что такой веер прямо в конференции пройдет по всем, наверное, городам, странам направления Skyway, когда начнется оцифровывание адресных проектов на базе технологии блокчейн, когда будут запускаться токены направлений, когда будет запускаться токен адресных проектов. И в токен направления всегда будет выгоднее войти, чем в токен адресного проекта. И на самом деле я могу сказать, что те решения, которые мы прорабатываем сейчас, вообще закладывались в первом приближении экономики токена через два года. Но мы не можем ждать, друзья, поэтому эти решения закладываются уже сейчас. И нам крупно повезло, что очень серьезный системный архитектор, технический лидер Константин, вы с ним познакомитесь. Он поддерживает и сразу поддерживал и технологию Skyway. И его главная задача, ему уже самому очень хочется побыстрее построить Skyway и начинать развивать Transnet именно в плане применения к оцифровыванию на базе блокчейн. И это действительно те люди, которые являются сподвижниками, те, которые являются фанатами как своего дела, так и технологии Skyway. Поэтому те материалы, которые по сравнению с транспортными технологиями, естественно, мы сразу сбрасываем и нашим специалистам, и там рождаются уже совершенно другие мозговые штурмы. Но поверьте мне, что вот это сравнение по пропускной способности в мире блокчейн также сейчас гонятся за этим же. То есть индустрии и сферы действительно похожи. И то, что сейчас не может обеспечить современный транспорт, не может обеспечить современный блокчейн в максимальном применении. То есть, соответственно, сейчас, поэтому мы наблюдаем такие истории, как можно обвалить рынок. Естественно, сейчас кто-то получает сверхприбыли, покупая, продавая биткоин, выходя в тезер и так далее, эквивалент доллару, и обваливая действительно рынок, и устраивая стрижку тех доверчивых граждан, тех доверчивых людей, которые только присоединяются к криптоэкономике. И наша задача создать устойчивость, как именно планомерного и стремительного развития технологии, не то, что технологии, а сети уже, самовоспроизводящейся сети Transnet, так и устойчивости к криптоэкономике. И только в синергии, только в общем развитии можно добиться результата, когда можно говорить о том, что действительно мировая экономика знает, какой выход из тех экономических потрясений и коллапсов, которые предстоит ей пережить. Другого выхода, скорее всего, нет, друзья. И об этом более подробно проскажет Сергей Анатольевич, уже когда будет говорить о том, с кем он пообщался, из своих коллег по макроэкономике, которые имеют международный опыт и международное призвание, насколько они обратили внимание, либо наоборот не обратили внимание. То есть это будет такой тоже отдельный цикл. Появятся у нас те спикеры, которые уже выступали, возможно, в самом начале, ну, вы видели, что они потом не выступали, наверное, не было веры в технологию Skyway, но сейчас, когда снова, так скажем, бумеранг счастья возвращается, а технология Skyway несет только позитив и только повышение качества жизни человека, ну и, соответственно, о понятии счастья тоже можно говорить, то и этот бумеранг к макроэкономистам возвращается, потому что стоит уже поднимать дискуссии и говорить уже о технологии Skyway, блокчейн, развитии сети адресных проектов, развитии децентрализованного, автономного, цифрованного производства и многого-многого другого, что на сегодняшний день с современными тенденциями, с современным транспортом можно только мечтать, можно только визуализировать, но в реальности никак применить нельзя. Это же касается и развития северных территорий. Замечательное интервью посвятил Кирилл Бадулин и я рекомендую, опять же, всем ознакомиться с этим, на каких действительно рейсах осваивать север и к освоению севера и к освоению Арктики, что намного лучше, чем лететь на Марс, как считает Анатолий Эдуардович, и это абсолютно правильно. Много сравнений, потому что на Арктике даже температура, так скажем, поблагосплоннее, поблагоприятнее, дышать хоть можно воздухом, грудью и если нужно будет колонизировать что-то дополнительное, лучше начать, наверное, с Арктики. И, друзья, действительно, как бы нет ни одного решения, которое максимально эффективно, максимально дешево, экономично сейчас сможет решить те задачи севера именно в плане применения транспортной стратегии на территории Российской Федерации. Настанет то время, когда чиновники проснутся и начнут применять технологию SkyWay, возможно, не для строительства адресных проектов на территории городов, но именно в применении специфических, и решения специфических задач, например, северный широтный ход, северный морской путь, как формирование альтернативы, концепцию этому транспортному коридору и освоение труднодоступных месторождений. И, друзья, на самом деле, ресурсы ископаемые, также они истощаются именно в плане осваиваемых на сегодняшний день месторождений. И если мы с вами раньше говорили о том, что сейчас вся электроника, электромобили, микропроцессоры и так далее, и тому подобное строятся на литии, то добавьте такой материал, как кобальт. То есть вам рекомендую ознакомиться вот с этой статьей, где предсказан действительно стремительный рост не только на смартфоны, я бы сказал, наверное, на электромобиле, наверное, все, что касается умной электроники, все, что касается интернета вещей. И единственное решение – это осваивать неосвоенные месторождения, именно в том числе по залежам кобальта. И, как правило, это действительно в труднодоступных территориях, горной местности, современные транспортные средства не могут преодолеть и уклоны, то есть до 5%, максимум 6% современные железнодорожные подвижные составы. Наша же техника сможет преодолеть уклон до более чем 50% уклона. И даже в качестве вертикального лифта в некоторых применениях может использоваться. Альтернативы и конкуренции здесь просто нет. Но, как Вячеслав процитировал, именно вот я хотел бы завершить свое выступление этим, что действительно мы не ищем, сейчас вот цитату я полностью не приведу, что мы не ищем милости, но мы идем к тем, кто нас услышит. И, друзья, среди криптоэнтузиастов кто-то услышит, кто-то нет. Но я больше чем уверен, что киты к нам присоединятся, и у нас результат будет намного лучше, чем у наших недоброжелателей, конкурентов и в прошлом недобросовестных партнеров. Это Виктор Узлова и его кампания с проведением пре-ICO на размещение продукта Adgex. Естественно, я утрирую, то есть результат, наверное, должен быть как минимум в миллионы раз быть лучше с существующим результатом этого размещения. Ну вот, друзья, такой вот небольшой экскурс. Мы действительно хотели бы рассказать много то, что мы знаем, но не можем рассказывать, потому что это под грифом совершенно секретно. Это просто может нарушить безопасность наших вложений, инвестиций, так как были такие эксцессы и инциденты, когда, допустим, в Индии шли переговоры и просто на столе лежала готовая публикация с очернением технологии Skyway. И, друзья, можно много к чему привязаться, можно много что раскопать. Было бы на это желание, но наших врагов, наших конкурентов и ресурсы всегда на это найдутся, и желание, и, соответственно, партнеры, так как технология Skyway меняет, действительно, как бы является международным экономическим ковчегом. Благодарю, друзья, до скорых встреч. Если есть вопросы под направлением, то задайте их, если нет, то я уже передаю слово Сергею Анатольевичу. Сергея Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Счастливо. Спасибо, Алексей. Сейчас, друзья, чуть-чуть. Потому что пока Алексей выступал, я ему показывал в перископе, поэтому под него настраивал свой перископ. Сейчас надо переключиться. Так что... Ну, друзья, еще одну среду мы с вами отработали, то есть я думаю, что ни у кого не возникает ни вопросов, ни сомнений о том, что все идет, все развивается, что мы абсолютно на правильном пути, и то, что нас ожидает в ближайшее время, это действительно большая, серьезная задача и работа, которую надо делать. Исходя из тех комментариев, исходя из тех сегодня анализов, которые связаны с работой проекта, можно относиться как угодно. То есть про того же инженера Юницкого пишут очень много положительных и очень серьезных статей, но с другой стороны очень много негативной и отрицательной информации. Это друзья, жизнь, это друзья то, что связано с развитием проекта. И если на все реагировать и относиться с точки зрения именно как отрицательный вход или отрицательное развитие проекта, то на это не хватит ни жизни, ни сил для того, чтобы как-то на это реагировать. Но с другой стороны очень серьезно мы относимся к клевете. И за прошлый год мы проводили и ряд уже судебных разбирательств с просто откровенными отморозками или откровенными, кто занимался клеветой. Уже отрабатывали и сейчас пробуем силы уже с конкурентами, которые используют недобросовестные методы, начинают бороться уже за контракты, за развитие и так далее. Это друзья тоже вопрос именно развития и становления. Юридическая служба компании, юридическая служба проекта Skyway также сейчас активно набирает и опыт, и обороты, и силы, как и конструкторское бюро, потому что мы не раз говорили в начале проекта, что вторым подразделением именно по мощи, по выполнению значимых функций это будет, конечно, юридическое подразделение, которое будет защищать интеллектуальную собственность, которое будет защищать права всех партнеров, которые вошли в проект и, соответственно, избавлять от откровенного воровства, от конкретного мошенничества. Поэтому, естественно, что тут много вопросов по безопасности, удивляем ли мы внимание безопасности. Конечно, друзья, вопрос безопасности уделяется очень много внимания и защиту интеллектуальной собственности, и защиту инженерных решений ноу-хау, и физической защите, и генерального конструктора, и ключевых людей, которые являются... Поэтому, друзья, естественно, что это все те вопросы, которые решаются по ходу развития и по мере становления технологий. Поэтому, друзья, сразу говорю, следующий вебинар я не могу сейчас сказать, но если развитие событий пойдет так, как мы предполагаем, то следующий вебинар либо мы с Алексеем будем проводить из уже походных условий, либо мы проведем или дадим запись, когда вернемся. Поэтому следите за новостями. Естественно, что... Вячеслав, я сзади, до этого во вторник мы созвонимся, спишемся. Я дам информацию, как у нас будет на среду и в каком режиме мы сможем или не сможем провести вебинар в среду. Если нет, то мы дадим информацию, когда и что будет, в каком качестве, в каком... Так, тут у меня по перископу в 2018 году закроют ли продажу головной компании. Ну, тут, друзья, очень долго мы про это говорили и здесь давайте еще буквально одним абзацем я сейчас скажу, потому что целый ролик сейчас ходит по пространствам интернета, где идут вырезки мои, вырезки Юницкого, вырезки... Григорий Михайлович Мирошниченко там еще ряд, Ховратово там они даже привставили по поводу того, когда мы говорили о закрытии корневой и почему там вроде как обещали и это не случилось. Друзья, здесь сразу могу сказать, что определенная стратегия, которая закладывалась и изначально шла, она была ориентирована на то, что мы кралпо-200 запускаем сам стартовый механизм, даем основные, а потом выходим на стратегического партнера, инвестора, который входит и соответственно закрывает вход. И такие переговоры у нас начались сразу же, как только мы запустили краудинвестинг, исходя из того, что ждали крупные фонды от того, что у нас будет получаться. Но, друзья, исходя из того, как мы стали развиваться, как мы стали отстраивать систему и как стали приходить партнеры, стало абсолютно очевидным, что вход в стратегическую инвестора это сегодня не совсем та цель и задача, которая ставится. Потому что любой стратегический инвестор, крупный инвестор, чтобы понимали, это крупный мешок, который входит или собирается войти в проект, первое, что он говорит, его не интересует обязательство перед десятками, сотнями, тысяч партнеров, которые пришли до этого. Он говорит, я вхожу, поэтому дальше будем на моих условиях. И, естественно, Юницкий, как человек, который привлек проект, сотни тысяч людей, людей, которые поверили, которые инвестировали на самые ранние стадии, он не может сегодня к ним относиться просто как людям, которые выполнили свою задачу и про них можно забыть. Поэтому переговоры о том, чтобы интересы этих инвесторов были учтены, они всегда ставятся во главу угла. И поэтому создаётся принципиальная юридическая схема, где в каждом проекте все, кто вошли в проект до сегодняшнего дня участвуют. И стало понятно, друзья, что это тот этап, который можно лучше продлить, но финансировать дальше за счёт краудинвестинга. И когда самое главное, друзья, мы когда начинали 4 года назад, мы не могли предположить, сможет ли краудинвестинг, сможет ли объединение партнёров, сможет ли такое сообщество продвинуть и зафинансировать проект. Это, друзья, было абсолютно непонятно. На сегодняшний момент, мы, имея опыт, проделая работу, мы утверждаем, что только краудинвестинг, только сотни тысяч, а сейчас речь подходит к миллионам партнёров, может его реализовать. И поэтому вы можете как угодно мне говорить, что в 16-м году я там говорил, да, потому что действительно мы на частных самолётах летали в Марину Горку, показывали руководителям этого фонда и действительно стоял вопрос о закрытии. И поэтому речь шла на наших вебинарах. Скрывать это от вас, друзья, вы не считали возможным, что мы вели эти переговоры, потому что если бы, я не люблю слово если бы, на тот момент, если бы мы приняли решение, то вход в корневую технологию мог быть закрытым. Мы об этом говорили, что, друзья, ведутся такие переговоры и вход может быть закрыт. Такое же было и в 17-м году, когда было множество предложений. Но на сегодняшний момент стратегия, которая подошла, говорит о том, что за счет привлечения краудинвестинга, как мы его называем, 2.0, то есть при подключении криптоплатформы и криптосообщества, за счет работы уже непосредственно с заказчиками технологий мы можем дальше двигаться именно теми силами, на которые мы можем рассчитывать, и именно тем сообществам Skyway, которые сейчас активно развиваются. Поэтому, друзья, я с одной стороны принимаю к себе все упреки, которые мне говорят, что ты обещал закрытие, но с другой стороны я говорю, друзья, я очень рад тому, что закрытие не произошло в 16-м году и не произошло в 17-м, и скорее всего теперь уже на тех принципах, которые нам пытаются навязать, не произойдет в 17-м. Потому что мы тоже вам приводили примеры, когда определенные арабские фонды предложили финансировать, но первое, что они поставили, поставили условия, это контрольный пакет и выведение за скобку всех партнеров, которые вошли в проект до этого. Это неприемлемые условия сегодня для Юницкого и для всей команды. Поэтому, друзья, да, определенная сдвижка может из-за этого произойти, что мы не получаем те объемы финансирования, которые мы рассчитывали с привлечением крупных фондов, но, друзья, с другой стороны у нас растет количество партнеров, которые реально на больших сегодня оборотов ходят в проект. И еще раз оговорю, друзья, что то направление блокчейн-платформы, которое мы сейчас запускаем, это наше предположение, друзья, и это наш риск, это той команды, которая сегодня делает, Юницкий нам позволил сегодня это делать, он сказал, делайте, если вы это сможете сделать, или сделаете то, что декларируете, то тогда получим результат. И, друзья, это наш риск. Мы пошли на это, мы создали эту платформу, сейчас мы ее тестируем, и здесь я могу сказать, но это, друзья, это мое личное мнение, и всегда будете говорить, вот здесь можете согласоваться, что сибиряков блокчейн-платформы позволит сегодня закрыть финансирование в корневую технологию и обеспечить финансирование как инфраструктурных направлений, связанных с направлением развития Skyway, это скоростные, городские, конкретные перевозки грузов, контейнеры, трансферн-спейс связанные с сервисом и так далее, и так далее. И все это будет делаться на краудинвестинге площадки 2.0. То есть это то, что будет идти уже через народное финансирование, но на блокчейн. И, друзья, будет ли это действительно работать? Даст ли это тот результат или нет? Покажет только время. Естественно, это не отрицает то, что сегодня делается, и мы продолжаем и работать и в рамках фонда Skyway Capital, всячески поддерживать и продвигать тот процесс, который сейчас идет. Он крайне важный, он сегодня позволяет обеспечивать рвоты. И здесь еще один вопрос, что не произойдет ли конкуренции между друзьями токенами и акциями, которые есть. Ни в коем случае, друзья. И когда мы запустим платформу, и вы будете видеть уже на бирже официальную котировку токенов, то вы все, я думаю, будете просто радоваться и смотреть, что рост наших котировок это значит привлечение новых инвестиций, это значит капитализация инвестиционной интеллектуальной собственности, это значит рост цены наших с вами активов, и при закрытии в корневую сразу же начнется уже оборот акций. И сейчас я могу сказать, что самый интересный инструмент, который есть и в дальнейшем это будут именно акции Skyway. Сегодня токены, которые будут основного актива, токены инфраструктурных либо адресных проектов, это инструмент, и все они будут капитализировать только то, что обеспечено интеллектуальной собственности. Поэтому, друзья, мы это говорили и говорим, поэтому буквально месяц осталось, когда мы с вами увидим уже котировку на бирже непосредственно нашего инфраструктурного токена, и здесь, друзья, как раз это будет сегодня первый индикатор, который будет показывать рост интереса, рост инвестиций в проект или это уже будет первый биржевой инструмент. Следующим, конечно, этапом, друзья, это котировка, чтобы шла котировка уже акций, и, соответственно, мы также это видели. Но это, друзья, несколько впереди. Тут много задают вопросов, когда будет то, что вы разговариваете. Ну, вот, слышал, плачет, ругался. Ну, Вячеслав, у нас был разговор о том, будет ли оборот акций, будет ли обмен акций на токены. Я помню этот хорошо разговор, когда мы говорили, что будет это до Нового года или нет, я говорил, а если будет, что, так вот, как раз сейчас вопрос, что технически, что мы и говорили и к чему мы стремились, мы к этому готовы. Сегодня идет тестирование, сегодня возможно это запускать, но ряд именно экономических оснований, особенно выстраивания системы, это, конечно, намного углубилось и здесь ту глубину, которую приходится прорабатывать, мы по началу запуска проекта даже не предполагаем. Поэтому здесь двоякое, Вячеслав, к нашему разговору того, что, да, обмена токены на акции до конца этого, 2017 года, не запустили и сегодня это определенная такая отдаленная перспектива, но запуск именно инфраструктурного токена и токена направлений, это уже факт сегодня свершившийся и сейчас идет тестирование, поэтому здесь опять же однозначного ответа нет и соответственно те задачи и цели, которые мы ставили, они собственно решаются. Так, когда начнут монтаж скоростной трассы, мне задают вопрос, но этот ответ вы услышите прямо в ближайшее время, то есть какой-то лично от самого Юницкого и вы тогда поймете и узнаете и дюансы, которые делаются и что дальше в этом направлении делается, поэтому, друзья, я комментировать и делать сейчас не могу сказать, скажу только одно, работа по скоростному направлению не прекращается ни на секунду, уже осуществлены все продукты, все моделирование, отработка узлов и идет монтаж, монтаж уже непосредственно подвижного состава. Путевую структуру, как вы говорили, для первоначальных испытаний километр уже готов, а для того, чтобы монтировать и выходить на высокие скорости, это все равно конец 2018 года, только после инотранса. Все решения, они сейчас принимаются и там очень много тех факторов, которые влияют на принятие этих решений. И это все вы можете узнать только от самого оттуда оттуда отчет юнистов. Так. Давайте так, тут очень много задают вопрос, исходя из акций, то самое, по... Давайте на это очень много уже говорили. Пусть приходит и завтра и будет даже настишилка. Но у нас ДНК всегда под таким... Друзья, просто давайте уже привыкать все-таки входить уже под нормальными именами, потому что все эти ДНК, единичка, там еще-еще. Просто через некоторое время мы будем заходить уже только через личные кабинеты для вебинара и там без верификации делать уже будет нечего. Потому что пока у нас краудинвестинг 1.0 и мы больше работаем на энтузиазме, мы это позволяем. Но в дальнейшем, конечно, друзья, без верифицированных партнеров, то есть без тех, кого мы знаем в лицо и кто реально является действительно адекватным человеком, дальше двигаться, конечно, будет нельзя. Но пока мы делаем что ж. У нас целая сегодня такая уже более-менее профессиональная команда, которая чистит нам чаты, которые отбивают атаки троллей. Я думаю, что Андрей уже на этом целую, даже не собаку, а целого тролля на этом съел. Поэтому, друзья, давайте в заключение могу сказать, что пожелайте нам с Алексеем на эту неделю очень серьезной удачи, она нам действительно понадобится, у нас действительно будет первый очень важный экзамен в том направлении, что мы делаем. Конечно, я могу так бравировать и сказать, что я уверен, что мы его выдержим, но ответственность очень и очень большая. Поэтому еще раз скажу, что следующий вебинар пока я сказать не могу, это зависит от очень большого количества факторов, но та информация, которая будет уже после следующей недели, она, конечно, будет крайне и крайне интересной и крайне и крайне важной для всего развития проекта. Поэтому, друзья, заключение, как всегда, то, что нас вдруг партнер, я думаю, что всеми любимый Михаил Кириченко очень эффектно говорит, что строй Skyway, спасай планету. Мы теперь уже добавляем, друзья, это уже то, что идет с платформы, то, что идет уже с направления блокчейна, то, что идет с оцифровки экономики, это идет мы должны объединиться. Это тот уже тезис основной, который идет в платформе, потому что Transnet, Transnet Space это единое пространство, это единое объединение, и если сегодня политики или еще кто-то по каким-то причинам пытаются нас разъединить или по каким-то факторам сказать, что все идет не очень хорошо, друзья, я могу сказать, что Skyway и Transnet объединяет всех, мы это делаем и мы спасаем действительно планету и экологию, и безопасность, и все, что сегодня связано с техногенной цивилизацией, мы решаем эти вопросы именно благодаря инженерной школе Юнинского, которая реализует и то, что сегодня дает нам современные цифровые технологии, это оцепровка, это реальная работа с криптоактивами, это то, что будет объединять всех, и мы в этом плане объединяем все, друзья, до новых встреч, всего доброго.